Добрый вечер! 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 В своем интервью глава области подчеркнул, что люди настольничные – народ тудолюбивый и достойный того, чтобы на их земле жилось комфортно и уютно, а условия жизни соответствовали мировым стандартам. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая Рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Накануне медицинские объекты с инспекцией посетил глава области Константин Сумар. И это не случайно. На территории нашей области уже не один год проходит целый комплекс мероприятий по улучшению качества оказания медицинской помощи. Реконструируются и отстраиваются новые учреждения здравоохранения, проходят подготовку и переподготовку медицинский персонал. Реконструкция отделений корпуса Брестской областной больницы уже на завершающей стадии. Финишная прямая предполагает запуск уже привезенных аппаратов и установку коек. Строительный процесс позади и совсем скоро обновленный блок сможет принять первых больных. А также перевезти своих пациентов из других отделений. В инфекционном отделении Брестской областной сегодня идет активная стройка, но уже к зиме помещения должны быть отапливаемы и пригодны для выполнения отделочных работ, а также установки оборудования и мебели. Первых больных новый корпус может принять уже в первом полугодии 2015 года. Брестский областной онкологический диспансер еще один из объектов, который находится под пристальным вниманием губернатора региона. В настоящее время в этом медицинском учреждении заканчиваются активные строительные работы. До середины августа должна быть завершена внутренняя отделка, а уже к октябрю установлено новое оборудование как для лечения, так и для ранней диагностики заболеваний. Мы за эти неполные два года сделаем как раз прекрасную больницу, удвоиваются койко-места в онкодиспансере, но самое главное, что здесь мы будем оснащать и уже тендера проводятся новейшим оборудованием для того, чтобы не только делать операцию, но для того, чтобы у нас было оборудование для ранней диагностики заболеваний рака. Это очень серьезная проблема, которой нам надо заниматься. Сегодня у нас всего 171 койка. Это с учетом реанимации. 6 койок реанимации, 171 койка. С вводом хирургического корпуса, который рассчитан на 220 койок, у нас коечный фонд увеличивается до 360, то есть два раза. Ну и вы видели, какие условия, конечно, и для пациентов, и для персонала будет. Это, конечно, радует. Во-вторых, операционный блок позволит тоже, мощный операционный блок, все-таки 8 операционных, позволит тоже сократить лист ожиданий. У нас сегодня всего три операционных. Сотрудники Комитета государственного контроля Брестской области провели коллегию по результатам проверок всех служб жилищно-коммунального хозяйства региона. В целом их деятельность была оценена положительно, однако говорит только о том, что сегодня ЖКХ области работает на высоком уровне нельзя. В данной сфере еще существует не одна проблема, требующая скорейшего рассмотрения и решения. В противном случае можно свести на нет уже достигнутые показатели. В Брестском регионе был выявлен ряд недостатков и нарушений, которые нельзя назвать критичными, но вместе они серьезно усложняют работу и тормозят процесс модернизации и развития. Решить все проблемы одномоментно получится вряд ли. Но сегодня представители коммунальных служб области говорят не только о желании устранить недоработки, но и предполагают для этого реальные пути. А значит не может не быть и положительных результатов от проводимой как проверочной, так и коррекционной работы. Были выработаны ряд предложений, которые сформированы в отчет работы рабочей группы и данный отчет направлен на рассмотрение главы государства. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы получим резолюцию главы государства по нашему отчету, которая станет толчком для разработки и принятия ряда нормативных актов различного уровня. Как на уровне главы государства, так и на уровне совета министров, ну и ведомственных нормативно-правовых актов, которые будут направлены на совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства. В город над Богом прибыл ковчег с частицами мощей святых Петра и Февроньи Муромских. Символично, что в Брест святыня прибыла в день семьи, любви и верности, который традиционно отмечается именно 8 июля. Только в первый день пребывания мощей святых супругов на Берестейской земле поглониться им приехали сотни православных христиан, которые с большой радостью и почтением ждали это событие. Как считают сами прихожане, большое количество и совсем маленьких жителей края подростков на подобных церковных богослужениях – символ того, что настоящая глубокая вера все чаще находит отклики в сердцах людей. Поклониться мощам попросить о защите и благословении берестейцы могут до 20 июля ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Святыня установлена в приходе строящегося храма в микрорайоне Южный, который находится между улицами Жукова и Рокоссовского. Живопись в китайском стиле на этой неделе в городе над Богом открылась выставка современного российского художника Ивана Чернякевича. Урожанец Брещины впервые приехал на историческую родину в качестве состоявшегося мастера кисти, чтобы продемонстрировать новые грани своего творческого эксперимента. Эксперименты в обрамлении чувств и эмоций, конечно, красок. 19 полотен техники а-ля прима или живопись по сырому написаны в один сеанс. Данный прием позволяет сохранить автору при наличии опыта максимальную свежесть и сочность цветистых звучаний, непосредственность и остроту выражения. Судя по полотнам Ивана Чернякевича, ему удалось виртуозно овладеть необычной манерой. Сегодня его вернисаж можно с уверенностью назвать наглядным пособием для начинающих художников. Ценители оригинальной авторской живописи на полотне и шелке, поклонники творчества автора, а также просто любители искусства смогут насладиться вернисажем до 29 июля. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Первую в Беларуси операцию по трансплантации легочной артерии провели брестские хирурги. Во главе бригады медиков профессор, доктор медицинских наук, главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий. Оперативное вмешательство длилось менее трех часов в результате успешного проведения операции, улучшения качества жизни пациента и сенсации в медицинском мире Беларуси. Однако на этом поистине уникальном событии в хирургии череда высокотехнологичных операционных вмешательств не закончилась. Чем еще удивили брестские медики и как все это происходило? Завесу откроет наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Смотрите сюжет. Трансплантация легочной артерии. Такое решение приняла группа хирургов около месяца назад, когда к ним поступил 59-летний житель одного из районов Брестской области, страдающий онкологией легкого. Операция радикальная, однако это был единственный шанс спасти пациента. Такую операцию мы вынуждены были сделать потому, что операцию по удалению легкого этот пациент просто не перенес. Для того, чтобы сохранить оставшиеся легкого, улучшить его качество жизни, мы решили провести пересадку легочной артерии от донора, что позволило сохранить орган для дальнейшей жизни. И раз просло успешно, больной выписан домой, находится дома на амбулаторном лечении. Преимущество данного хирургического вмешательства состоит в том, что в дальнейшем пациенту не нужно проводить иммунодепрессивную терапию. Кстати, методику, по которой была выполнена эта высокотехнологичная операция, брестские врачи собираются запатентовать, поскольку они стали первыми не только на Брещене, но и в стране. Это будет шестой патент в отделении таракальной хирургии Брестской областной больницы. Кстати, на этом череда открытий в Брестской трансплантации не заканчивается. В июне хирурги, на этот раз офтальмологического отделения, впервые на Брещене провели операцию по пересадке роговицы глаза. 17 июня этого года в отделении микрохирургии глаза была проведена сквозная субтотальная кератопластика, пересадка роговицы. Вызвано это было неотложным состоянием пациента в связи с прободением глаза в результате его травматического повреждения. Стоял вопрос органосохраняющей операции, поэтому в экстренном порядке больной был взят в операционную и произведена соответствующая операция. Исход операции достаточно хороший. Больной выписался с высокой остротой зрения, на сегодняшний день находится на облатонном лечении. Спустя некоторое время в отельмологическое отделение Брестской областной больницы поступил пациент, которому потребовалась аналогичная операция. Виктору Лисоцкому, так же как и предыдущему пациенту, грозила потеря глазного яблока. Сегодня после операции по пересадке роговицы мужчина проходит амбулаторное лечение и готовится к выписке. Кстати, на операционный стол Виктор попал по причине несоблюдения техники безопасности. Бытовая травма. Бытовая травма от болгарки, от Скачева немножко. Техника безопасности надо всегда. На пресс-конференции, приуроченной к вышеописанным событиям, доктора не раз подчеркивали, что Брестский регион, наряду с Минском и Гродно, один из пионеров о пересадке органов. Первая операция по трансплантации на базе Брестской областной больницы была проведена на почке три года назад. Сегодня количество хирургических вмешательств по трансплантации органов перевалило за сотню. К этому моменту уже у нас свыше 110 операций. Пересажена одна печень. Произведена пересадка брюшной аорты в двух случаях. В двух случаях выполнена трансплантация роговицы. И буквально вот тоже недавно выполнена трансплантация легочной артерии при опухолевом поражении легкого. Ну, как видите, мы набираем темпы и будем в дальнейшем, конечно, совершенствоваться. Мы не стоим на месте. И жизнь нам, так сказать, диктует эти условия. Мы должны идти вперед. В следующем году брестские хирурги планируют увеличить количество трансплантаций, как органов, так и тканей. На очереди присадка жизненно важного органа – сердца. Как в случае операции на легкой роговицу глаза, трансплантация будет возможна при наличии трупного донора. Уже сегодня местные специалисты проходят обучение в кардиохирургическом центре. Безусловно, это станет очередной вехой в истории пока единственного в Беларуси регионального отделения трансплантации. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вступительная кампания 2014-го достигла кульминационной точки. Сегодня у абитуриентов последний день подачи документов. Особенностью предэкзаменационной гонки в этом году стал более короткий срок приема документов в ВУЗы. Выбирать специальность будущему студенту очной, заочной или дистанционной формы обучения в городе Бресте можно было с 8 по 12 июля. Сроки установлены и для тех, кто хочет получить высшее образование на платной основе. Софья Бережная побывала в одном из Брестских университетов и узнала об особенностях вступительной кампании этого года. В этом году прием подачи документов претерпел некоторые изменения, которые сделали вступительную кампанию более профориентированной. В целях совершенствования системы регистрации абитуриентов был проведен эксперимент по их электронному зачислению в ВУЗы. Короткие сроки подачи документов также внесли свои изменения, заставив студентов подойти к вопросу о выборе места обучения более осознанно. Основными особенностями приемной кампании этого года является, в первую очередь, это наиболее важно для абитуриента, сжатые сроки подачи документов в приемные комиссии для поступления на бюджетную форму обучения, как на дневную, так и на заочную. Сегодня приемная кампания уже перевалила половину срока приема документов на дневную форму обучения и на заочную форму. Хочу сказать, что на текущий момент у нас на бюджетные места подано достаточное количество документов. На завтрашний день мы ожидаем, на последний день приема документов, мы ожидаем наибольший наплыв абитуриента. Среди разнообразия факультетов в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина, таких как, например, физико-математический, биологический, юридический, географический, исторический факультеты, наибольший интерес у поступающих вызывает факультет физического воспитания, а также факультет довузовской подготовки. Вот уже несколько дней белорусские абитуриенты выстраиваются в очередь для прохождения конкурсного отбора на эти специальности. У нас в целом лидируют по набору такие специальности, как факультет физического воспитания, а также начальное дошкольное образование. Ну, в целом, можно сказать, что все приходит нормально. Сегодня, вот, под конец приемной комиссии, вот, до 12-го числа у нас, как бы, уже сегодня больше народу, больше наплыв, ну, думаем, завтра будет еще больше. Для организации приема абитуриентов в вузах Республики Беларусь создаются специальные комиссии. Именно они занимаются конкурсным отбором будущих студентов. Сегодня, в последний день приема документов, тем абитуриентам, которые сомневались в своем выборе, была дана возможность еще раз обдумать ситуацию. Итог вступительной кампании был завершен в 18.00. Моя дочь в этом году поступала в педагогический университет на химию и биологию. Проходной балл был, там, 200 баллов. Ну, трудностей практически никаких не было, все нормально. У него средний балл был хороший, поэтому все отлично. Будем надеяться, поступим на бюджет. В этом году я поступаю в университет Пушкина на специальность биология, научно-преподавательская деятельность. Я набрала 206 баллов, и для меня это пока что хороший результат по сравнению с теми, кто еще поступает. Вот, я надеюсь, что я поступлю и очень сильно волнуюсь. Образование являлось ценностью во все времена. Прочные знания, профессионализм и широкий кругозор – фундамент для формирования настоящей личности. Образованные граждане – это богатство любого государства. Чем больше в стране людей с высшим образованием, тем выше вне уровень проживания, тем богаче и интеллектуальнее культурная жизнь. Тем более развита экономическая сфера. А все вместе – это сильное, процветающее государство. Софья Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Букинформ». Да, сильное государство – это сильные, умные люди, в нем проживающие. И, конечно же, все это в большей степени относится к молодежи. Им строить новую жизнь, им жить в этой новой жизни. Но у абитуриентов пора горячая закончилась. Пришла пора отдыха, ведь лето в самом разгаре – июль. Какое красивое слово, и до чего же оно сладко звучит. От него веет блаженной ленью и солнечным светом. Оно пахнет дымом от мангала и проливным дождем, малиной, морем и отпуском, которого все мы ждем. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие сутки, 13 июля, погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. В Брестской области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди, прогремят грозы. Местами ожидаются сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах возможен град. Ветер западный, умеренный. Местами при грозах будет отмечено усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью 17-19, максимальная днем 21-23 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти. В последующие сутки, 14 июля, сохранится неустойчивая погода. На Брестский регион начнут поступать неустойчивые, очень теплые воздушные массы среди земноморского происхождения. Повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер южной четверти слабый до умеренного. 16 градусов ночью и до 25 днем. Таков температурный прогноз синоптиков на понедельник. Погода комфортная, но выходя из дома не забудьте про симпатичные зонтики.